Экспертный совет. Что привело к его созданию? Какие причины были? Создание экспертного совета стало, наверное, очередным этапом, очередной ступенькой в решении вопроса повышения финансовой грамотности. Это один из элементов. Создание экспертного совета позволило консолидировать всесторонние усилия, объединить на одной площадке всех участников данных процессов. Кто имел участие? Все. Повышение финансовой грамотности. Вообще ситуация с финансовой грамотностью такова, что, как я только что говорила на сессии, когда задали вопрос о том, какие ошибки вы совершали, я сказала, что здесь не может быть ошибок, потому что здесь такой потенциал, такое поле для работы, что здесь главное что-то делать. Поэтому вопросами повышения финансовой грамотности занимаются все в своей компетенции. Этим занимается государство, этим занимается Банк России, занимается Министерство финансов, как участник проекта Всемирного банка. Этим занимаются правозащитные организации, этим занимаются государственные структуры защиты прав потребителей, Роспотребнадзор. Этим занимаются объединения финансовых институтов, этим занимаются сами институты. Этим занимаются образовательные учреждения, и Министерство образования, и образовательные учреждения, и ВУЗы. И сложно даже сказать, кто этим не занимается. Поэтому на площадке экспертного совета просто обозначаются все инициативы, все практики. И это позволяет не дублировать друг друга. Это позволяет распределять роль и участие всех в каждой из этих инициатив. Подключаться к этим инициативам, поддерживать их. Координация, консолидация позволяет объединять усилия и двигаться всем в одном направлении. Кроме того, наличие такой площадки позволяет даже, я уже говорила, национальной стратегии у нас высокой повышения финансовой грамотности, высокой степени готовности, но она еще не утверждена. Тем не менее, все равно ведется работа уже в рамках этого проекта, уже в рамках того, что в ней прописано. Потому что даже в процессе ее создания шло обсуждение между всеми теми же участниками. Поэтому мы все равно ее исполняем. И, безусловно, своего рода идет отчет на этой площадке, куда и как мы движемся. На площадке экспертного совета также презентуются различные исследования, которые проводятся по инициативе самых разных сторон. То есть нет у них одного заказчика с одной точки, который бы заказывал эти исследования. Поэтому они становятся доступными всем участникам, которые корректируют свою деятельность в плане финансовой грамотности. Если я правильно понял, до Юры совет еще не существует, но де-факто... Совет существует, экспертный совет, национальная стратегия формально не существует. А совет сколько времени существует уже? Вы знаете, я затрудняюсь сказать, как давно он был создан, но с 2013 года Банк России стал мегарегулятором. То есть он регулирует все финансовые рынки. Поэтому я вполне допускаю, что он существовал и до того времени. Но, по всей видимости, с 2013 года он пересмотрел свои ориентиры. И поскольку абсолютно все финансовые институты сейчас находятся под надзором Банка России, то, соответственно, экспертный совет по финансовой грамотности, он периодически обновляется, туда добавляются новые эксперты. И сегодня он объединяет, как я уже сказала, практически всех, кто в какой-то степени может иметь отношение к этому направлению финансовой грамотности. Скажите, государство и финансовые структуры, они заинтересованы финансовой грамотностью, чтобы было как можно меньше проблемных заемщиков? Это одна сторона только. Да, а какие еще плюсы от повышения финансовой грамотности? Слушайте, ну это нужно, знаете, вот стратегию просто взять, даже проект. Любую стратегию, наверное, тех, у кого она уже утверждена, тех государств. На самом деле вопрос же не только в проблемных заемщиках, еще раз повторю, это только одна небольшая часть. Вопрос в том, чтобы научить людей конечная цель повышения финансовой грамотности. Это же не сама цель, это не просто процесс, да, он имеет определенную цель. Повышение уровня жизни в принципе. И чтобы финансы помогали людей, чтобы они были в состоянии использовать вот этот инструментарий. Сегодня, к сожалению, у нас люди не имеют навыков финансового планирования, они не создают подушки безопасности на случай какой-то внезапной ситуации, они не задумываются о пенсии и не делают пенсионных накоплений. С большим трудом инвестируют. Ну и, естественно, проблема с заемщиками, низкая платежная дисциплина. И поэтому повышение финансовой грамотности будет способствовать тому, что люди в принципе начнут заниматься планированием, ввести бюджет, распределять доходы и расходы. И планировать расходы таким образом, чтобы не тратить напрасно, обращаться за займами только тогда, когда это действительно необходимо. И когда эти займы... Вот то, что в состоянии ли они вернуть заем, на самом деле это вторично. Это тоже очень важно, но это вторично. Главное, чтобы они взяли заем финансово выгодный. Понимаете? Потому что когда человек, допустим, ну как это, свойственно молодым людям, да, там, покупать себе айфон последней модели, даже при условии, что человек в состоянии рассчитываться за него, да, в течение какого-то времени, да. Вопрос в том, что важно, почему я сказала, что это вторичная возможность рассчитаться. Первично оценить, насколько это целесообразно, насколько это финансово выгодно. А не выгоднее ли финансово эти деньги положить, накопить, создать себе подушку безопасности, отложить на пенсию. Это, ну, более высокого порядка вопроса, но мы стремимся к этому в том числе. Это чёткий и прекрасный. Да, конечно. Ещё такой вопрос. У нас в последнее время, если вы слышали, активная идёт деталларизация населения, сознания. В России вот этот период уже пройден. За счёт каких инструментов? А в чём это выражается? Ну, у нас в чём выражается? Да, и зачем? Потому что у нас цены на машины, на недвижимость, все считают в долларах. Насколько я понимаю, в России тоже был период, когда все считали в долларах. Потом бац, весну, все стали считать в рублях. Сейчас россиянину говоришь, там, продай мне свою машину за 5 тысяч долларов. Да, да, да. Сколько это в рублях? Вы знаете, я, видимо, не была включена активно в этот процесс, поэтому я не владею информацией, но могу только подтвердить, что да, как-то незаметно, но все перешли всё-таки на рубли. А, ну вы были не участниками этого процесса наблюдателя? Да, не с той стороны, когда это нужно было как-то искусственно всё это делать. То есть у меня, как у наблюдателя, сложилось впечатление, что это естественно всё произошло. А, то есть вам по роликам? Нет, 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 такого не было. Такого не было. Ага, хорошо. Так, и сейчас, ещё один вопрос у меня был. А, ну и вот сама программа, которая сейчас уже работает, точнее, не программа, а деятельность, которую курирует ваш совет, какие уже результаты, плоды чувствуются? Чувствуют. Вы знаете, поскольку у совет, совет это не проект, это постоянно действующий орган, и у него каких-то вот KPI, каких-то результатов, да, вот в каких-то цифровых выражениях, у него нет таких задач, да. Если мы говорим о проекте Всемирного банка, исполнителем которого у нас является Министерство финансов, то там есть определённые показатели, которым нужно достичь, там, докуда повысить уровень финансовой грамотности, но поскольку она ещё, как бы, не утверждена, эта стратегия, там ведётся, конечно, учёт, просто так сказать, для себя. Есть показатели, что повышается уровень финансовой грамотности, да, это исследуется. Что касается деятельности экспертного совета, то я повторюсь, что у него нет таких вот абсолютно поставленных задач. Это всё-таки процесс, и для нас очень важно, что мы стали получать вот эту информацию абсолютно для всех участников, очень важно. То есть если бы мы не были в экспертном совете, то кто-то другой бы делал исследование, да, касающееся уровня финансовой грамотности. Ну мы бы, если бы случайно не узнали, то не узнали бы, да. Так сейчас всё это аккумулируется на уровне экспертного совета, мы все получаем вот эту информацию. Мы получаем информацию об организуемых мероприятиях, о том, что они будут проходить, да. Вот о вашем мероприятии мы обсуждали информацию. О том, как выстроить, как реализовать, опять же, вот свои цели наиболее эффективно через участие во взаимных мероприятиях. То есть это постоянная повседневная работа. И если мы говорим о реализации каких-то проектов, мы вместе готовим какие-то мероприятия, да. То есть вот эта информационная составляющая, она очень важна для экспертного совета. У вас нету перетягивания одеяла, там, банкиры, общественники? Знаете, вот сейчас это та площадка, где невозможно перетянуть одеяло. Невозможно перетянуть одеяло. Понимаете, с точки зрения любой финансовый институт, все участники процесса заинтересованы в том, чтобы... Речь ведь не идет о том, чтобы людям внушить, что вот банки лучше или вот те лучше, да. Речь о том, чтобы показать ему все инструменты, чтобы он умел пользоваться абсолютно всем. А от того, что человек научится планировать, строить, формировать свой финансовый план, я думаю, что здесь выиграют все абсолютно. Вряд ли кто-то будет оспаривать, что не нужно страховать свои риски. В этом заинтересованы абсолютно все. Это как раз, вы знаете, такой эффект энергии, когда мы помогаем все друг другу. Знаете, я бы хотела еще отметить, вне зависимости от того, какие у вас там есть еще вопросы, я бы хотела отметить интересное явление. Вот я об этом тоже говорила, что инициатива-то пошла и в вашем случае, и у нас тоже. Конференции по финансовой грамотности микрофинансовые институты организуют, понимаете? Вот все-таки ни банки, ни страховые компании, при всем моем огромном к ним уважении. О чем это говорит? Я не знаю, о чем это говорит у вас, но о чем это говорит у нас, у меня есть свое убеждение, я знаю, что я реализую именно это направление. Просто когда у нас был пресс-брифинг, я уже говорила сейчас на сессии об этом, один из журналистов задал вопрос как раз-таки вот Шалкару, будет, планирует ли он в дальнейшем все-таки учить всему, да, вот в плане повышения финансовой грамотности основам, базовым вещам, или он преследует шкурный интерес, да, именно рассказывать про микрофинансирование. Поэтому я вот, чтобы, если убрать эту негативную составляющую, журналисты любят это все, да, чтобы внимание привлечь, я скажу, у нас есть шкурный интерес, вот шкурный красиво в хорошем смысле слова. Для нас очень важно улучшить имидж микрофинансирования и рассказать людям об этом совершенно уникальном инструменте повышения финансовой доступности, потому что люди как-то знают о том, что есть банки, о том, что есть там страховые компании, о том, что есть там биржи, к примеру, но о микрофинансовых институтах нередко они не знают. Если мы посмотрим, не знаю, опять же, как в Казахстане, в России микрофинансовый рынок, он очень маленький по объему портфеля по сравнению, безусловно, с банковским, да, например, рынком кредитования. Кроме того, ну, в силу разных причин у населения, к сожалению, нередко складываются негативные отношения к микрофинансовым организациям в большей степени к тем, которые выдают потребительские займы или займы до зарплаты. И вот наша задача, во-первых, рассказать, что микрофинансирование – это просветить, что микрофинансирование – это не только потребительские займы до зарплаты, а это поддержка малого бизнеса, и рассказать, что даже те компании, которые выдают дорогие займы, да, тем не менее, они обеспечивают финансовую доступность, потому что они идут в те места, откуда уходят банки. И для нас главное, даже если мы говорим о дорогих каких-то займах, да, чтобы люди понимали, когда им взять этот дорогой займ выгодно. Мы не хотим популистски кричать, присоединяться к тем, кто ругается «ах, 600% годовых». Мы все-таки сторонники рыночных отношений, и мы уважаем людей, и мы не считаем их глупыми, как иногда их вырисовываются ортодоксальные псевдозащитники, я бы сказала. Это популистски просто, говоря, что люди нуждаются в защите, ах, как же так, им предлагают, куда мы движемся, как, 600% годовых. Вы знаете, очень важно объяснить, что 600% годовых – это, грубо говоря, 1,5% денег. И когда человеку очень срочно нужны деньги, нужно объяснить ему, и он понимает, что ему они нужны на пару дней, и объяснить ему разницу, что если у него нет другого выхода, дать ему подумать, что произойдет, если он не сделает того, что он хочет сделать на эти деньги, чтобы он оценил финансовую выгодность этой операции. Не то, сможет ли он заплатить эти деньги, а именно, насколько это ему выгодно, но чтобы он все-таки был свободен в том, чтобы взять эти деньги быстро. Потому что, как нам кажется, нередко звучат призы закрыть такие микрофинансовые организации. Мы узнаем, что в Беларуси, например, закрыли. И, понимаете, мы лишаем людей возможности. К сожалению, те инициаторы, кто это предлагает, те депутаты Государственной Думы, они находятся в таком положении, что они никогда не обратятся за такими заменами. Им никогда не понадобится сейчас и сию минуту 5 тысяч рублей. А мы говорим о других людях, о тем, у которых может возникнуть такая жизненная необходимость. И наша задача научить, чтобы они брали эти деньги не на последнюю модель айфона, вот эти дорогие займы, а именно тогда, когда у них просто два дня до зарплаты осталось, а им сегодня нужно сделать платеж для того, чтобы не было какого-то большого штрафа. То есть, когда эта операция финансово выгодна, и не нужно лишать их такой возможности, нужно просто научить их этому пользоваться. Мы же не запрещаем автомобили, мы учим на них ездить и делаем правила дорожного движения. Вот поэтому я, наверное, ответила на тот вопрос, почему в этом заинтересованы микрофинансовые институты. Продолжение следует...